Приветствую всех на внеочередном видео по Элден Рингу, по нубскому прохождению Элден Ринга. С вами Xantis и как вы видите у меня великолепный экран. Дело в том, что я все это уже один раз сказал, но мой компьютер решил нахрен перезагрузиться целиком. И когда GeForce Experience не имеет возможности сохранить видео, он просто все скидывает в отдельный файлик. И соответственно Элден Рингу у меня подвесил всю систему, а не только сам вылетел. Поэтому придется восстанавливаться оттуда где я был. Но главный косяк, что теперь у меня есть на компьютере файл весом 7 гигабайт, в котором я 20 минут ходил и занимался чем-то. И теперь я ни в жизнь никому не докажу, что все эти идеи, которые пришли мне в голову, пока я этим занимался, мои. На этом можно, собственно, закрывать видео и все это прохождение. Дальше я абсолютно спокойно пойму людей, которые скажут, что я где-то что-то подсмотрел. Вот. Собственно, я нахожусь на плачущем полуострове. У меня в руках непонятное откуда-то взявшееся оружие и прочая фигня. Но для тех, кто все еще остался со мной и будет смотреть дальше, я попытаюсь рассказать, что произошло. Итак, видео начиналось с того, что я объяснял, что я это видео не буду двигаться вперед. Что я буду так называемый технический долг закрывать. Это я буду закрывать все те места, в которых я не был, и делать то, чего надо было сделать. Как то. В прошлом ролике я не перемещался на стол утраченной благодати, чтобы прокачать оружие. Мне очень интересно увидеть вот это вот место, куда указывает эта штука. Потому что у меня такой уже указатель находил в самом начале игры. Вот здесь он находится. И он перестал указывать, когда я прошел данж, который он указывал. И это я сейчас продемонстрирую. Собственно, вот сюда, вот в этот вот катакомбе под скалой он указывал. И это можно очень легко проверить. Соответственно, я запомнил, где он стоит. Интересно, этим оружием будет попользоваться. Все расскажу. Уже не так много времени займет, конечно, но расскажу. Вот. Вот он указывал, указывал вот туда. Собственно, там я эти катакомбы нашел. И я катакомбы прошел, он больше не указывает. И на нем нету никаких предметов, которые бы говорили о том, что им можно воспользоваться еще раз. Соответственно, он прекратил. Вторым предметом, который я хотел бы сделать, я хотел бы попытаться пройти еще раз вот этого вот рыцаря, который здесь находится. Может, со щитом, может, вот с этим вот новым оружием. Соответственно. И я хотел узнать, зачем нужны предметы, которые что-то там бафают Грейтер Руны. То есть, Великие Руны. Вот. Оказавшись здесь, в крепости Круглого Стола, я начал ходить по всем людям и разговаривать со всеми мобами. Так как в серии Dark Souls и в серии Elden Ring сюжет движется только, если ты находишь какого-то НПЦ. Начинаешь с ним разговаривать, он тебе о чем-то говорит, что надо что-то сделать или куда-то пойти. Ты с ним разговариваешь до состояния, пока у него реплика не начинает повторяться. Я уже про это рассказывал. Вот. И, соответственно, так муваешь, двигаешь сюжет вперед. Вот. Сейчас расскажу, что произошло здесь дальше. Я пришел сюда и выяснилось, как в прошлой серии мы поняли, что действительно у меня есть воспоминания о старухам, насчет которого я могу купить вот этот предмет или обменять на души. Я решил обменять его на души, так как мне не нужна эта дышащая огнем рука, скорее всего, Годрика, которая требует магии, которой у меня нет. Поговорив вот с этим вот молодым человеком... О, хочешь выучить молитву. Я передал ему какой-то фолиант, который я где-то нашел, и он сказал, что этот фолиант содержит злобные заклинания, которые он... не относятся к священной магии, которую он учит, но так и быть, ради меня он их возьмет. И это были вот эти вот два черных заклинания веры. Соответственно, вот этот товарищ рассказал мне, что он главный здесь, и он торгует, соответственно, молитвами. И одна из них, которая очень хорошая, клинок порядка, напитывает оружие в правой руке святостью. Можно будет ее когда-нибудь выучить, когда у меня будет по одному мудрые веры сверху. У меня сейчас 12. 12. Вот. О Рожере. Так. Прячется на балконе. Вот. Этого разговора в прошлый раз не было, сейчас расскажу. Да. Все рундухом, да, но то было давно. Наполовину мертв, да. Спасибо большое, чувак. В общем, в итоге я пошел смотреть, что в новых комнатах. Соответственно, поднявшись... Поднявшись, 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 покажите мне, куда я поднимался. Надо вспомнить. Вот сюда поднимался, да. Я попал на этого мага, который здесь сидит, которого мы встретили в замке Годрика, которому я рассказал о том, что я убил Годрика. И он говорит, ах, я такой хороший, молодец. Он мне выдал вот это оружие, которое я держу сейчас в руке. Это оружие, это Рапира, Рожера или Рожера. Плюс 8. Плюс 8 оружия мне выдал просто так, бесплатно. Отдал мне его, это же просто капец, как круто. Господи, я надеюсь, что звук пишется, и вы меня сейчас прекрасно слышите. Соответственно, с каким-то волшебным скиллом, который на поверку оказался кастующим мечи, которые, как от мага, от меня полетят вперед. Ну, потому что он маг, это Рожер, все понятно с ним. И рассказал кое-что о Годрике и о том, что он властитель грозового замка. После чего я поговорил с девушкой, которая стояла вот здесь возле камина. А она по-прежнему ничего не знала про... О, на арене коллизия, не хочу. Ничего не знала про свою... Ой, еще заваги. Про свою... Соответственно... Ой, ее еще тут подгружается хрень какая-то, что-то происходит. Ничего не знала про свою судьбу и хотела разобраться, чем ей хочется заниматься. После чего я пошел... Нет, не сюда пошел. После чего я пошел вот сюда и спускаясь здесь вот с этим чуваком невозможно поговорить. Сейчас произойдет самое главное. Я обнаружил вот эту мадам, которая перед Годриком была, которая сказала, что этим местом заведует ее отец и он находится вон там и мне надо с ней поговорить. С ним поговорить. После чего я зашел вот к этим двум мадамам. Колокольной сферы у меня нет, хоть им можно предложить. Они тоже продают эту руническую дугу. И на X на ней можно прочитать, что при отсутствии Великой Руны она слегка увеличивает максимум очков здоровья, а при наличии Великой Руны использует, дарит благословение. Тут еще куча полезных предметов, на что надо потратить души обязательно, я когда-нибудь этим займусь. И тут произошло самое главное в осознании того, что нужно делать. Здесь находится вот ее отец, с которым я разговаривал. Где он мне рассказал о всех боссах, видимо важных боссах этой игры, и где они находятся. И когда с ним говоришь про Годрика, Владыка грозовой завесы, вот, замок высится к северо-западу. Да, мы это прекрасно знаем, потому что мы его уже убили. Он рассказал о Радане, который находится в этой красной гнили. Да, 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 да. Звездные пустоши. Остался там. Вот, то есть красные пустоши. Рикардия, Марготия и Реналия, по-моему, это девушка. Королева бережет, хранит яйцо. А Маргот это вообще какой-то король, который управляет столицей, Линделом, где я уже переместился в прошлой серии. И пока мне к нему не надо, типа. Видимо, это вообще финальный босс игры или что-то такое. Поэтому пока к нему ходить не нужно. Отсюда я вспомнил, что я действительно убил Годрика. И с него упала руна. Начал искать, нашел, что с него упала руна. Вот она, Великая Руна. Соответственно, вот эти предметы нужны для того, чтобы использовать, благословлять руну. И, соответственно, если ее использовать без Великой Руны, это просто поднимет немножечко мне здоровье. Что само по себе классно. Что их пять штук. Соответственно, Великая Руна Годрика. И когда ее просматриваешь, тут написано направляетесь к священной башне. Замогилье, то есть священная башня Лимгрейва на английском языке. Потому что тут все по-русски. Я учил вначале, проходил замок на английском. Не те самые описания. Вот. Куда ведет большой мост у замка Грозовой Завесы. И если открыть карту, конечно же, конечно же видно. Вот замок Грозовой Завесы. Потому что на входе написаны главные врата Грозовой Завесы. И большой мост. А где здесь большой мост? Вот это большой мост? Вот это большой мост? Нет. Вот большой мост. И я вспомнил, что здесь есть телепорт. Телепорт на длинную дорогу, которую я пока решил не ходить. Потому что там какой-то страшный большой великан стоял. Это был тот самый великан, которого я убил вот здесь, когда оказался на Божественном мосту. То есть можно попробовать сюда сходить. То есть технический долг у меня сейчас выглядит таким образом, что надо сходить сюда, надо попробовать этого рыцаря, и надо обязательно сходить сюда что-то сделать с этой руной, потому что руна не заряжена. Ее нельзя использовать сейчас. А мне очень это нужно, наверное, я не знаю, во всяком случае хотя бы предметы будут использоваться. Соответственно, ее нельзя использовать, применить, оставить, выбросить, только что-то сделать. Какой-то волшебный предмет. Вот, сувенир. Сообщить. Ну, голоса их не слышны. Да, тоже нельзя. Это, видимо, какие-то. Отдайте его слепой служанке, чтобы провести ее к далекому свету. О! Глаз, не мышь, слепой служанке. Надо найти эту слепую служанку где-то. Вот, предмет пепела войны, как я и думал, является... Сейчас все, сейчас все покажу. Пестик стук. А, ну это для того, чтобы делать какие-то снадобья. В общем, здесь куча военных предметов находится. Колокольчик для призыва, камень для того, чтобы использовать пепел войны. Все-все-все. После чего, поняв, что делать с золотой руной, я пошел качать оружие. Потому что мне нужно по выбору качать оружие. Я, собственно, сюда для этого пришел. Напоминаю, здесь девушка стоит. Пришел качать оружие. Полежал на коленях у этой мадамы. Что-то мне это дало. Ну, вроде ничего не отняло. Вот она сейчас здесь сидит. Сейчас покажу. Я подошел к нему. И у него было здесь сообщение. Вот точно такое же надпись о Родерике. Или, потому что теперь я знаю, я думал о Родерике. Не знаю, короче. В общем, я думал, это о каком-то мужике. Оказалось, это о девушке об этой. И он вообще увидел, что она, ее призвание прокачивать что-то магическое. Я к ней. Она говорит, да, было бы неплохо, если бы он меня научил, вот этот вот чувак. Я к нему. Он говорит, я не верю, что это она хочет. Зачем к такому уродливому старцу, который знает только, как работать с железом, магичка придет. А я к ней. Она говорит, обязательно попрошу его научить меня что-то делать. После чего я зашел в удвоение пепла войны и увидел, что потерянный пепел войны нужен для его удвоения. Господи, столько всего произошло за эти маленькие полчаса ролика, который у меня был. И все это нахрен пропало. Жесть. Ну вот, после чего я вылетел. Вот после этого я вылетел. Смог только усилить какое-то оружие. Вот это вот оружие на плюс 2, соответственно. Она была... У меня были камни на плюс 1, на плюс 2. Это плюс 3 у меня нету. Это тоже плюс 3 нету. Это тоже на плюс 3 нету. Здесь надо кузнечный камень 3, а 6 штук, чтобы заточить эту рапиру Рожера или Рожера, я не знаю, этого чувака хорошего, который мне ее подарил на плюс 9. Насколько я помню, в сериях Dark Souls плюс 10 это максимальная заточка. И, соответственно, я очень сильно пожалел, что я убил ту магичку, которую убил в предыдущей серии, потому что я, наверное, случайно это сделал. А на первом прохождении нельзя никого убивать, пока ты не знаешь, что это плохие какие-то персонажи. И вот теперь я первый раз и никогда к ней не подходил. Надо, кстати, поговорить о нишу о том, что он про Родерику мне это расскажет. Или Родерику? Рассказывает. Вот, он поговорил с ней. Сирене духов. Духов. Все. Собственно, вот он во мне сомневался. И что она теперь может? Родерика, вот, как ее зовут. Поставница духов. Рада знакомству. Привет. Сирене духов. И вот оно, наконец-то. Вот оно. Да, и она, соответственно, утилительница духов. Господи, сколько всего произошло? В меню единения с духами вы можете тратить руны и могильные ландыши. У меня вагон этого дерьма. Для усиления призываемых из праха, из праха духов, для усиления праха героев требуются призрачные ландыши. Окей. И вот у меня, соответственно, это могильный ландыш нужен для героев. Это герои. А это могильный ландыш 1. А что у них разница? Это кто? Странно. Ну, в общем, какие-то странные товарищи. Могильный ландыш 1. Здесь могильный ландыш 1. 7. Этих могильный ландыш 1. 4. Так. Странно. Да. 7. Очень-очень странно. Не знаю, что это происходит. Ну, в общем, это... А! Это 2. Это те, которые на мне одеты. Все. Я понял, почему они здесь. А дальше это вот, видимо, все. А это ангол, рыцарь и знаний. Ну, вот у меня нету на него маны, чтобы его качнуть. А! Правильно. Потому что он здесь один. Это вот ангол, он крутой. А это всякая вот эта толпа. Кстати, а где мои волки? Волков нельзя, получается качать. Волки просто есть. Окей. Духа боевого ястреба. А это толпа. Кстати, скелеты, скелеты, или кто бы то ни было, сколько они стоят, а что это дает? 44 маны, 52 маны, 31 маны. Да, мне нужна толпа. Почему мне нужна толпа? Потому что толпа отвлекает, иногда нужно такие использовать, толпа отвлекает. блин, этот 580 качается. А этот 360, это 730. Видимо, чем больше, тем круче. Ну, давайте прокачаем. Вот. Немножко больше стало. Стало ли больше маны стоить? Нет, не стало, просто стал получше. Окей. Ну, все, могильный ланденш 3 требуется, соответственно. Медуза. Блин, надо ли мне качать не дужно. А, вот это чувак, я тоже призывал, кстати, дух почитателей предков. хорошо, пока так. Тату будем знать, что это товарищи, соответственно, этим занимаемся. Великолепно. Супер просто. А, вот что я делал. Я вот здесь, оказывается, здесь благодать, это то же самое, как место респо, только это большая, крутая благодать. Соответственно, здесь я занимался сортировкой сундука. Я что-то выбрасывал из сундука, перекидывал сюда направо вещи, которые я не буду использовать. Кинжалы, лук у меня там был, еще что-то, еще что-то, да. Все, после этого я с этой рапирой, соответственно, телепортировался вот сюда, где вы меня и нашли. Здесь в храме, там справа три скелета были. Я пошел эту рапиру тестить. И вот потестил на трех этих, соответственно, скелетах. Вот, ночь какая-то наступила. что она бьет много раз, тыкает, плюс восемь, на сильную атаку, двойная, что-то там, а она, соответственно, вот это вот магическая атака. Эти мечи полетят, соответственно, в цель, которую я, которая меня будет атаковать, ну, либо его. вот так вот, что произошло. Так, это скелеты, которые, трупы, их надо. Да, он длинный. Рапира, злобная штука всегда была в серии Elden Ring, вообще в серии Dark Souls, потому что она втыкается в одну цель и сбивают, не давая ей, соответственно, ставить сюда. это вот этот, наверное, старый чудак. Нет? Кто-то тут лежит? Ну, как будто кто-то здесь валяется. Ну, прям вот здесь вот где-то валяется, нет? Вот в правом ухе сейчас кто-то простонал. Неужели действительно здесь старый чудак какой-то лежит вот здесь вот? Покажите? звуки какие-то, они нехорошие. Он как будто прям во мне это еще делает. А как его найти? А, или это вот здесь вот старый чудак? Ну, типа в обратную сторону. Жалко, он эмоций не добавил? Да нет. Что вообще? А, блин, старый чудак, вон он наверху над головой, я такой. Так, короче, ночь, время опасное, но, кстати, да, и на коне с этим втыкалкой-втыкалкой наверное не очень круто. А, окей, это я по ним не с этими огнем втыкательным. Ну, нормально так, он шутит, опа-на. Вот это я нормально с пацанов снял. Это они ночью такие? Мышек опустим, проверим заодно, вспомним так. Кнопочки нажимать. Просто-простой атакой бью так, а сильная атака, а, атака как у всех. На коне это зарядить, а потом так, бум, поднять на копье. Так, окей, вон там наверху стоит этот боец невидимого фронта, который мне там покажет какой-то предметик, да. Где он? Оу, сколько тут этих самых? Я хочу там стрел осталось 20 штук, надо будет, надо будет их сделать. Так, где тут, что тут? А я могу сейчас сделать стрелы? Ненадолго огненных стрел сделать, да, тут много, как много, питочек, все равно-то лучше ничего, а то, вообще, так, оно где-то наверху было. Кстати, а вот этот вот так внизу и стоит, да? Вот этот вот мавзолей, да, мавзолей так наверху и стоит. Опа. Это вы так в атаку на меня пошли? Так, это вы зря, Я опасный лыцарь. Да, вот так вот ванзюлю сделаю. Очковую, очковую ванзюлю. Тонкие кости позволят мне что-то сделать. Так, ладно, фармить будем, фармить будем, когда алмаз добудем. Погнали. В общем, этот боец невидимого фронта куда-то указывает. Вот он, прямо указывает вот сюда. Окей, все, едем вот сюда. Медузы какие-то плавают. Ага, по-моему, кажется, ну, тишкин, тимтаклик, может быть. Так. Он вот сюда показывал, а что это такое? Жить, а что? А что это такое? Вот сюда втакают друг, но требуется голова. А, это дверь. Господи, его я дурак. Ну вот, значит, этот данж, куда она, он указывает, это не тот, значит, через эту самую, через башню, а это вот данжа, где? Точно. Грабницу катакомба. Впереди атака. Нет, простите. Впереди атака, это мы еще посмотрим. Так, я в банке не использовал никакие, банки. Попробуем с этой рапиркой подходить. Мечик у меня, конечно, замечательный, но все равно. О, нифига по себе. Ого, это походной какой-то. Так, ну это воткнуть, я вот искал, куда в мечевидные ключи втыкать. У меня этих ключей, вот жопы, еще там на базе, соответственно. Сейчас ползает кто-то. на скелетоне он. А что я не могу? А, потому что ключ сломался. Тут и блин. Какая волшебная рапирка. А, ну он же да, скелетов надо добивать. Окей. Вот, я так и думал. Костяной товарищ, господи. Я уже спугался. еще тут Костя где-нибудь валяются в углу. Что за примет? Справочник Война Кочевника 9. Справочники это обычно предметы для создания. И чему же он меня учит? Могильная фиалка, осколок человеческой кости. Ядовитая бомба, бомба, бомба. Так. Интересно, когда на самих справочниках, на предметах читаешь, они показывают, что они, чему они учат? Эти справочники волшебные. Где они? Кажется. Где они? Справочник Война Кочевника 17. Проповедника 3. Господи. Оружейника 2. 2. 6. 7. 9. Угу. Рецепт записан. Помогает выжить приостренковатик ресурсов, чтобы создавать горшок озлобленности. То есть, они покажут оберегающие пилили. Показывают. Окей. Я понял. Горшок озлобленности. Дремотный, зловонный. Горшок озлобленности. Да, это вот могильная фиалка. Цветет на кладбищах и можно добыть охотичных живых покойников. Ну, собственно, я так понимаю, что кости со скелетов, раз это здесь добавили. Где мой предмет? Кстати, у меня идея порешила в голову. То, что он у меня висит здесь, это плохо. а вот переложить его на тут конь. Тут пахилка для коня, соответственно. А куда-нибудь вот сюда его переложить. Это было бы очень... Блин, кстати, много этих самых я сюда пошел не вкачался. Вот так вот. Соответственно, это что? Воспоминание загадать? А, ну это уйти отсюда. Так, соответственно, это зажать и влево. Да, вот, все. Вот, теперь я свечусь. И, если что, слышу, справа кто-то ходит. Слева ничего нету. Так. Так, понимаешь, это... Да, надо всегда закрывать эту менюшку, а то другие атаки не работают. Ага, заперто. То есть, это и есть босс. Кости, скелет. Ага, это типа, чтобы к нему подкрасться. Интересно, он увидит меня по свету. Не увидит. А вдруг его увидит. Хоть. Хорошо. Хе-хе-хе. Блин, это, конечно, имба. Просто затыкивать этих гадов. Так, камушки. Фигамушки. А то я вижу, хорошо. Не, это классно, когда можно нормально видеть. А что он умер? Ему... Он, кстати, с таким же мечом, как я. На него напали, видимо, оттуда большому количеству. Лучник. А мы сами лучники. Вообще, что у нас там было внизу? Да, 71 стрела. Ага, он не один. Что-то я мало дамажу. О, эта стрела получше бьет. А, да, точно. Да, добирать надо. Да, кстати, столько стрел потратить? Не понятно. Не сильно не дамажит. О, добрый вечер. Не надо, не надо рождаться, все тут лжаться. А, лжаться, хотел, наверное, сказать, что можно открыть, как обычно, нормально из меня торчила стрела, открыть дверь какую-нибудь, секретный проход, и вот это вот все. Ага, иди нафиг. Так, он не дамажит, то есть надо быстренько это проходить и двигаться дальше, потому что я правда тут сейчас поторопишься и что-то звук какой-то. Ага, здорово, костюмой. Блин, мяч классный. Мяч классный. Магический еще, да, можно какие-то эти самые, ловкость, сила, ЕЦ, прикольно. Вернемся на свой, попробуем этих товарищей со своим. Кстати, у меня там не перегруз, случаем, блядь, тяжелое снаряжение, это потому что у меня вот так вот, да, так убираешь, нормально. Так, там что-то, ага, окей. И я так понимаю, что это все бойцы, которые побежали, да, и он не добежал, там, там рыцарь какой-то, или лучник, или какой-то моб, и, собственно, на... А, ну да. А у него было не фулл хп. Здорово. Да, слушайте, это совсем медленно бьет пушка, хоть и больно, но очень медленно. Да, вот осколки, которые мы будем только бы создавать бомбу. Угу. Ой, дурак, ой, дурак, просто печь по ней не мог, Кстати, интересно, а я мог ее убить просто выстрелить в блин из лука, я походу дурак, надо было просто понять из лука в жахте все. Так, а в прыжке вот это вот все. А, если я, да, вот я так и думал. Это было логично. Бинц, потраченный. Я шоу в одной руке ношу? А, вот в чем моя проблема, я ношу ее в одной руке. Просто слева ни черта не было. Вот так можно понять, что ты держишь оружие в двух руках. там был проход какой-то. Что? Впереди, сзади? Лучник, ага. подожди, от твоего друга кончу, не пробил. Рикошет. Потрачено. Так, окей. И это все еще куда-то ведет. скелеты. Так, это я уже знаю, что такое. Это включение, собственно, механизма, который позволит мне... Да, вот и могильная фиалка. Которая позволит мне, соответственно, там зайти к боссу. Очередной кошечке. Если это будет кошечка. Тут уж не до конца известно, кошечка это будет или нет. Так, ну я хочу по-прежнему попробовать сюда вот спуститься. Мне нужно... Ой, дурак, ой, дурак. Так, ладно, повезло мне, не попал. Так, тут явно куча скелетонов, которые всех бьют, убивают, и вот это вот все, да? вот с костей, ну... А, Вася, меча тебе, скелетного. А, кстати, уже такой атаки, что он не умирает, еще он, что он добирает. Да, этого мне, это... и тут вторые кости, Вот тут помнился. Да. И все равно, даже вот в двух руках, с двух, атак не убивает, блин. Надо где-то камень, камень X3 найти, чтобы прокачать мяч, и алебарды, и все вот это вот. Даро, даро. Дайте до твоего друга. он не родился. Заново убивать нахрен не хочется. Так, ну все, понятно, здесь ничего нету. Собственно, можно... Нет? Ну ладно, я туда пойду, так. Вернемся назад. Раз ты не хочешь ехать, мауэр сделал свое дело, мауэр может убегать. Собственно, там была эта дверка, туда мы идем. Банки я не использовал? Нет, использовал две банки, да, конечно, я дурак. Блин, что-то я запутался. А, она прямо здесь же была, да, да, вот эта дверь открылась. Ну что? Рапирка, не рапирка? Не, пойдем по страте. Хотя рапирка позволит вызвать... Рапирка это, это магина, фактически. Вот сейчас, сейчас посмотрим, как магина это делает. Я представляю, что там сейчас с магиной будет. Сейчас попробуем. Это котик? Ага, котик. Хренотик, блин, какая-то херь. Так, вот тебе, дорогой мой... А, промахнулся, да? Ой, бледу, искать она такая. Ага, понятно. Ой-ой-ой, жить! Да, это я сам виноват. Птишка, кстати, огонь. Птишка дамажила по этой теме кладбище. А я дурак, но в наглую пришел и помил. Ну, надеюсь, что я теперь смогу резнуться где-то здесь недалеко, пойти забрать свои души. 11 тысяч. Меч не для этого босса, это точно. Так, счета у меня нет. Да, счета у меня нет, поэтому... О, господи. Да, второй. Успеть этому все и это мы все соответственно. Хороший. Так, со 7,8 что там подобрать можно? Отличная бабочка, прекрасно, будем стрелы делать, прекрасно. Все, побежали. Даже заходить не надо было. Блин, ну этот когтевой, конечно, особенно на плюс 3 прокаченный прям нормально так всекает. На, вот тебе занимайся. Ой-ой-ой. Ты бледовик, а? Бледуй. Или как тебя там назвать? Так, у меня тоже бледовик еще тот чувак. А он его нормально так всекает. Сейчас на мне настакает. Или я на нем настакал. Ну иди сюда. Вот так вот себе. Идали мы таких, как ты. Лутель безголовая. Окей. Я так понимаю, это и все. Что тут вводится? Смола и с порнем. Окей. Так. Ну, пойдем отсюда. Первый технический долг закрыт. Соответственно, я так понимаю, ну сейчас пойдем обязательно посмотрим, осталось ли этот свечение. Вот. Плачущий остров, соответственно. Это Плачущий остров. Плачущий потому что здесь дождь идет. Понятно. Так, ну поехали. Ну, получается, что да. Вот. Вот он и перестал светиться. Соответственно, он указывает на секретное место. Будем знать. Теперь секретное место побеждено. И это хорошо. Так. это пещера внизу это все внизу находится. я заодно хотел вот к этому товарищу, плачуга-воителя. Вот, рыцарь Бернал здесь находится. Я его нашел в самом начале, еще до того, как я начал записывать прохождение, еще не знал, что это будет хорошо. А он же тоже типа говорун. А, Вова, он до сих пор здесь, ну-ка, расскажи мне. Ага, он торгует этими самыми, но он говорить особо не хочет. Блин, красиво. Красивый меч, но это свои хандер у него в руках. И, соответственно, его броня. Что тут у тебя произошло, чувак? У тебя кто-то убить пытался? Ух, с каким дурным он к тебе пришел. И ты его все равно запинал? Да, понятно. Что-то с него, видимо, с него падает эта броня, потому что иначе, зачем с ним воевать этим товарищем. Так, чем мне делать? Значит, надо дропать лук, потому что того чувака, того злобного рыцара только эта свина. Так, по дороге я еще правильно еду, да? Да, правильно. По дороге я еще качну эти самые. Души. Души, душонки. Надо будет качнуть обязательно. Грозовой замок. Ну да, это мне мясо. Вот здесь вот я, Родерику, вот эту вот, Родерику, встретил, вот здесь вот она лежала, это именно она дала мне вот этот вот дух вот этой вот медузы. Соответственно, это, видимо, был, был намек на то, что она офигенно так. Используем. 20000. отлично еще и не снаряжение монтарь примените выбранное количество все уже тяну два левела замечательно 3 левела великолепно ничьи выбранная до тарь 1200 1600 и 2000 43000 давайте повысить так жизненная сила не не хватило 12000 осталось более и 16 до следующего но зато подымается и пешечка а мне научу на стойкость сила силу надо будет подымать конечно я силовик декста это надо будет подымать так сейчас волки появятся до мы не по их душу видом здесь я семечку конечно же данным дому собрал обладная с первых семечек а это просто рядом с ней да прочесть послания технические долги технические долги блин что-то не стали мелкие кости валить или я куплю нет под но даже он по 3 что замечательно на самом деле наконец то то есть ты убиваешь одну ведь получаешь 10 стрел это это хорошо что больше одной потому что нафига такое так этого товарища нужно обязательно парировать по другому никак это по-другому не сделать причем я просто распробовал да и один раз по моему получилось но целом не очень хорошо пару траев точно придется потратить на это дело просто лук со стрелами показал себя как никогда важным я обязательно каждый раз когда нахожусь рядом с теми кто мою не стрелы сделать то бишь мобами из которых могут заострелы объектами собираю эти ресурсы где эта фигня а вот она так от этой черты попасть бы ну понятно это все это та фигня соответственно что такое бывает жизненное огорчание так игра просыпайся выключаешь так значит вот так вот так просто блокировать сказал сверху бьет надо отражать его атаку и парировать все остальное по ходу бесполезно потому что он либо в щит это принимает даль и перекат видимо вправо и влево но поехали то есть именно именно не прямо потому что он вот этим вот кровавым своим когда в двуручный режим переходит он настакивает нормально так так да ой 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 как больно он знает да этот сволочь знает что я ее за и хилки ну иди сюда иди ой 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 вот эту атаку надо было черт парировать ой больно мне Чтоб ты не достал, а? Чтоб ты не достал Так, сейчас Надо привыкнуть Я не понимаю, когда он сверху бьет Чтобы... Не-не-не Последнее место это очень далеко, это аж до рыцаря Туда придется ехать Черт, козел, а? Не знаю Надо как-то... Что-то у меня не получается Вот Некомфортный его... Кстати, хорошо, что можно всего лишь Вот здесь вот собирать их То есть тебя на бою с ним Ничего не отвлекает Так Я вот почему-то Защиту нажимал А, да, но это не парировать Вот это вот атака сверху, да, очень неплохо Хорошо Ага Вот я ж нажал Я ж нажал Пошел Мальчик Сейчас побежит? Нет, не побежал Ну, наконец-то Я разобрался с его потом... Сколько? 31? А, 207 О, это-то плохо Чуть нас убьет Нет, не убьет Подожди нам немножко Вот 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 уже получше Ой, вот это... Я провоплил момент, конечно, надо попить батюшку А, ну да, он достанет А, он же второй... Зим, я забыл Ага, перекатик, да-да-да Не достанет, сучка Ой, как плохо Так, он попытается бежать иногда сейчас Я ж нажимал Не попал Это я вовремя уклонился так У меня мало осталось силочек Угу Ой-ой-ой Успел Какой дэмэдж Да Окей Окей, окей Так, кнопки здесь Много банок пью Много банок пью Окей Неплохой, дядя, неплохой Пол-хп То есть уже вторая фаза Это сильно Даже получается его блокировать и отбивать Это хорошо Так, поехали Ну, дракону Дракону, по-моему, 6 попыток или 8 было То есть много С драконом трайл И здесь буду трайть А что делать? Ну, не бросать же, товарища Просто так Ага Да Да знаю я Что я дурак Можешь мне об этом не рассказывать Сработало У, я просто вот стараюсь читать его эти самые Не надо, это эти было Я, я отбил его Атаку, но Но он Эээ Ну, я отбил его атаку Но это была не отбивабельная атака Вот сейчас почему не отбивал Непонятно Зачем блочил Давай, иди сюда Иди сюда На щит меня поднять На Ох Ох, как же Сейчас было хорошо Так, у меня вторая фаза Да, полетит сейчас Оп Не попал Ну че, хочешь ударить по мне? Ну ищи меня Ответка Нет Вот это я плохо Надо было отбивать его тут же Ой, отбил меня И по голове Нет, не попал Хорош Вот это вот Это мой косяк Летим, летим Я уже это умею отбивать Не попал Вот так Хорош Да, далеко Но не попал Три атака Не уклонился Не достал Ебать Это че было? Это че сейчас было? Слышь? Ты Че за Драконьи махи На полкарты? Это че? Я уже Собирался тебя Убивать Во, скотина Окей Драконьи махи Бывают на полкарты Надо держать Это щитом Все время Охренеть Я надеюсь, что это того стоит И с него не будут Потыканы щит Упадет А какой-нибудь Я не знаю Его меньше Зачем я его убиваю Потому что мне не нужен Вообще Нафиг Попал Да, это я уже запомнил Его Поведение Надо маленькую Атачку ему дать Оп Дал Атачу Подойти Оп Поведу Маг Блин Как надо было Отбивать Ну конечно Ну да Мне лучше Я накажу тебя Накажу Накажу Скотину Такую Давай меня Щитом Ай Ну вот зачем Я это делаю Ой, я опять промахнулся Сейчас по голове получу Бесплатно Ага Перекатики Вторая фазечка Конечно Да Летим Летим Так Не угадал с дистанцией Хорош Так Он побежит сейчас Надо было отбивать Я не отбил Один драконий удар А бывает еще второй Так Чип дэмэдж Плохо Это вот Только не по голове Это чувак Жесть какая Окей Полетел Нужно место Чтобы успеть уклониться От его Литунства Так Блин Надо было парировать Не парировал Сам виноват Ага Получи Достал Оп Оп Полетишь Копал Слушай Как мало я Именно на все Пиздец Там будет атака Да? Нет Не будет Надо было бить Окей Летим 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 Ладно угадать Да-да-да Это я уже тоже видел Чувак Полетел? Хорошо Окей Летим Ну я пытаюсь Ну я пытаюсь Ну зачем я пытаюсь Не могу понять Надо было просто блокировать А банка последняя Поэтому все что мне осталось Это А подождите Так а что я делаю Так Что-то у меня вот с этой фазой Со второй его Не клеится Ну давай Сверху Не бьет Он теперь бьет Хвостом Скотина Так А мне походу Пора Ну че ты Переходить Черт Ну Вот что с ним делать Непонятно Но че ты Возможно Надо вот этой Читовой атакой А кстати А на него Можно вызывать было? Я не посмотрел А почему я не вызываю На него каких Наверное потому что Против этих товарищей Из узилища Нельзя вызывать Ничего Так Вон мои руны Надо Более адекватно Себя вести С точки зрения Начальных этапов На второй фазе Можно будет Размениваться По хп И Его Пытаться Это самое Наказывать Так Вначале Чип Ох Скотина Да Это будет больно Ну вот Разменялся Называется Хорошая атака Люблю тебя Раз Сверху Сверху Чувак Или щитом Меня Щитом Далековато Ой Это плохо было Я труп Да Я труп А ты не достал Ну да Ну вот Я в который раз Я его блокирую Нахрен Но надо Чтобы отбить Его Это надо Делать В мили Так Полетел Хорош Что я тварю Да Получу В лицо Даже не похитился Нет Это был плохой Трайн То есть По его атакам Все понятно Тут со мной косяк Я получаю Много демеджа В первой фазе И вызвать на нем Ничего нельзя Да Там не горит слева Возможность вызова помощников Твою ж мать Ничего 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 Ни таких Бороли Ни таких Бороли Главное Постепенно Это все делать Раз за разом Политичный Отплетел Вот Надо было Блокировать Отплаку Так Политичный Отплетел А че Не отпрыгиваю Ладно Первая банка Он не достал 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 Получу Не попал Ну почему Плохо Хоть по голове Не получил Плохо Плохо Сейчас бы еще Ну да Я Уперся в край И отходить назад Было некуда Блин По ощущениям Я могу его победить Единственный косяк Что На второй фазе Когда он вместо того Чтобы бить сверху Начинает бить хвостом Непонятно что делать Получается Единственная возможность Его поддамажить Это когда он На второй фазе Соответственно Бьет не хвостом А Берет двуручное оружие И появляется Маленькая кошка Для атаки После того Как он Совершает Пироэд Окей Окей Так Попробуем Сейчас тогда По читерскому Его Ему всечь Вот Тут что главное По читерскому Не отъехать Ну вот я его Отбил Но Это ж не считается Ага Вот Это при том При всем Что я его Пироэцик Получай Пироэцик Нет Не пошел Пироэцик Эх Вот эту бы атаку Сейчас так Вот опять Зачем я его бью Плохо Пироэцик При дома Отходим Так Как он полетит Угу Теремся Сейчас будет уже плохо Потому что Я не смогу его Да Он будет хвостом Бить Скотина такая Ну вот сейчас Он сверху ударил Блин То есть он может бить Сверху этой самой Ой как больно Да Ну то есть он бьет сверху Окей Ладно Давай щитом в меня А ну ладно Полетели Полетели Ой хорошо Ой хорошо На Вася Меча тебе На тебе еще Мощную атаку Сверху Бесплатно Блин Сверху уже бьет Чего я не блокирую Первый атик При дэмэдж Есть Есть Хорош Четыре банки Есть все шансы Бесплатную атаку Так Ну хоть не эту Полетит Хилка Заблокировал Большую атаку Хорошо В этот раз Я сообразил Ну что Бить меня будешь На щит поднимать Что будешь делать Ага Ой плохо Ируэтик Бесплатный дэмэдж Не бесплатный дэмэдж Я поеблу Бесплатно получу Так И Черт Черт Ему нужно просто Всечь одну атаку Большая Успел укладиться Окей На нахуй Сука Сдохни Тварь Поганая Еее Рыбут рыцаря Горнила Хвост Блять Я не знаю Что это такое Ну я его сделал Скотобазу Такую Ууу Второй технический дом Закрыт Блин Это было мощно Это было мощно Атрибут Атрибут рыцаря Горнила Это Хвост Соответственно Это какой-то Это атака Квостом Я уже пошел Смотреть В каких Магических Заклинаниях Это хорень Находится Создает Гибких Остросекающих Ворогов Перед заклинателем 27 веры 27 веры Ну зато Хотя бы Я вот До 16 тысяч Я все равно Не набил На Следующий Левел Но зато Я его убил Я эту скотину Покарал Все Телепортируемся Сюда И соответственно В следующем Видео Пойдем По мосту Будем смотреть Что там На мосту Не, ну после того Как я эту тварь Убил Тут уже Как бы Все что угодно Можно делать Теперь Мне ничего Не страшно А всем Кто остался Со мной И наблюдает За этим Нудским Прохождением Большое спасибо И увидимся В следующей серии В следующей серии Спасибо за субтитры